Здоровье это вершина, на которую человек должен подняться сам, говорил российский ученый-фармаколог Израиль Брехман. Здравствуйте, в эфире «Про здоровье» вот главная тема выпуска. Все манипуляции безотлагательны. Где еще появятся центры амбулаторной онкопомощи? Общий стаж больше 70 лет. Говорят ли дома о работе отец и сын Поршенникова? Когда грустят клоуны, почему выставка больничных волонтеров называется СОЛЬ. Все возможные в амбулаторных условиях манипуляции проводят безотлагательно. Химиотерапия в дневном стационаре. Активно используют телемедицинские консультации. В конце прошлого года на базе Новосибирской горбольницы номер 2 открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Только подошел 3 минуты. Я уже здесь у врача. Раньше, вспоминает Валерий Андреевич, очередь на прием к онкологу можно было ждать до месяца. Теперь в новом центре амбулаторной онкологической помощи работают сразу 5 специалистов. И принять успевают всех желающих. В распоряжении врачей современные аппараты УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Дневной стационар для химиотерапии. Выявить болезнь на ранней стадии и как можно быстрее начать лечение. Основная задача – ЦАУ. И все это, безусловно, позволит сделать нам то, на чем мы добиваемся. Не нужно бояться увеличения выявляемости. Это хорошо. Я считаю, что уже первый год показалось вот такой интенсивной работой. Мы увеличили количество больных, но мы увеличили количество больных с первой и второй стадии, что для нас очень важно. Максимально быстрее начать лечение больного. Снижение смертности от онкологической заболеваемости, раннее выявление, увеличение продолжительности жизни больных с диагнозом. Сегодня онкология это и приговор. Не только высокотехнологичное оборудование и повышение качества диагностики. В центрах амбулаторной онкологической помощи, уверен глава региона Андрей Травников, высоким должен быть и уровень комфорта. Электронная очередь, понятная навигация. Сегодня скорость диагностики сократилась более чем в три раза. Я правильно понимаю, что мы достигли такой оперативности, что сегодня человек у участкового терапевта получил какое-то подозрение и до момента подтверждения диагноза. И не исключение. Или исключение. 14, максимум 15 дней. Это действительно максимум. До 2024 года в Новосибирской области должны заработать 16 центров амбулаторной онкологической помощи. Сегодня действуют уже 4. В планах на этот год открыть центр в Карасуке, Каргате и еще один в Новосибирске. Сегодня в рубрике «Медицина в лицах» сразу два героя. Их общий стаж работы больше 70 лет. Отец Анатолий Поршенников, анестезиолог-реаниматолог. Сын Иван Поршенников, руководитель областного центра трансплантации и хирургии печени. Голова закружится, спать захочется и все. Договорились? Ну вот. Сейчас дыши спокойно, можешь ртом, дышать можешь в носах. Как хочешь, так и дыши. Ладно? Все нормально? Нормально. И засыпаем, засыпаем. Анестезиолог-реаниматолог Анатолий Поршенников ежедневно в операционной проводит не один час. Опытный доктор рассказывает, если что-нибудь простое, например, аденоиды, то бывает и 10 операций в день. Отмечает, со взрослыми работать сложнее, маленькие пациенты более благодарные. Главное в контакт войти с ребенком или еще что-нибудь, чтобы он тебе поверил. То есть его надо посмотреть заранее, чтобы он тебя видел, когда сюда приедет, чтобы увидел, что это знакомое лицо. Спокойствие, уверенность, профессионализм. Уже второй десяток лет Анатолий Александрович работает с лороотделением областной больницы. Всего же медицинский стаж около полувека. Вспоминает, когда выбирал анестезиологию, знал о ней совсем немного. Теперь не может представить себя в другой специальности. Самое главное здесь что? Здесь ты и больной. И больше практически никого в этом плане. То есть сам за себя отвечаешь. Когда начинается работа. Я индивидуалист в этом плане. И хочется работать самому. А вот в плане семейном Анатолий Поршенников выбирает большую команду. Вздыхает, что был в семье одним ребенком. Расстраивается, что сам женился поздно. Иначе детей было бы больше. Сейчас в семье Поршенниковых два сына и дочь. Старший сын работает рядом в областной больнице. Инженером хотел быть. Всего летчиком, потом инженером. Не пожалели? Вроде нет. Первый раз в операционную Иван Поршенников попал в десятом классе. Следил за тем, как удаляют желчный пузырь. Атмосфера школьника впечатлила. Мантично это, наверное. Вот и все. Я, знаете, что? Я ждал, когда я там упаду в выбор. Потому что меня пугали. Когда это придет. Ну, как-то так вот не пришло. Зато пришло осознание. Хочу быть врачом. А вот отец не сразу смирился с выбором сына. Он немножко действительно отговаривал. Ну, потом в финале это так, что дети должны сами принимать решения. Ну, время такое было. Это же в 90-е годы. В 90-е годы. Врачам очень нехорошо жилось. Да. Не просто нехорошо, а очень нехорошо жилось. Какие вы альтернативы предлагали? Идите на бизнес-факультет? Нет, ну почему? Ну, можно было, допустим, в универ поступить. В НГУ. Золотой медалист? Ну, да. Ну, можно было куда угодно поступить. У меня же второй сын и дочь, они закончили универ. В НГУ. Потом были, советовал это так. У меня потом был период в жизни, когда надо было определиться либо в институт, уходить на кафедру, либо оставаться работать в отделении. И вот он настоял. Я не хотел правильно сделать, советовал. Иногда через силу даже. Слушаетесь? Ну, так. Тогда послушался. Тогда послушался. Иван Поршенников учился во французской гимназии, знает совершенство иностранной языки. Это помогло ему побывать на стажировке во Франции в одном из ведущих мировых центров печёночной хирургии. На тот момент этот центр делал порядка, наверное, 200, наверное, в год. И плюс ещё каждый день там было примерно 4 резекции печени. Это основной общий объём их работы. Он учился у ведущих хирургов. Со студенческих лет мечтал о том, чтобы выполнять трансплантацию печени. А мечты иногда сбываются, если прилагать усилия. Помогли им воплотиться в жизнь коллеги-единомышленники. Главный трансплантолог области Александр Быков и главный хирург Сибирского федерального округа Анатолий Юданов. В августе 2010-го в Новосибирской области выполнили первую операцию по пересадке печени. И сегодня Иван Анатольевич – лауреат Госпремии и лучший хирург России. Они дома не говорят о работе и уверены, что лучший медик в их семье – мама. Она, конечно, инженер, но каких только практических навыков не приобретёшь, пока вырастешь троих детей. 10 февраля – старт третьего этапа конкурса «Спасибо, доктор». На сайте Новосибирской областной ассоциации врачей можно проголосовать за финалистов. Из 20 лучших медиков победителями станут 10. К Ларисе Санниковой юные пациенты едут со всей области. Гормональных нарушений у детей немало. Главный детский эндокринолог не только точно поставит диагноз и назначит терапию, но и успокоит. Слово «тоже лечит». Причём после общения с доктором становится легче и родителям пациента. Об этом они писали два года подряд, выдвигая любимого врача на конкурс «Спасибо, доктор». И дважды Лариса Владимировна входила в десятку победителей. Причём победы своими личными она не считает. Говорит, за каждым медицинским работником немало бойцов невидимого фронта. Масса докторов, которым непосредственно не сталкиваются пациенты. Это врачи клинических лабораторий, это врачи диагностической службы, это врачи анестезиологической службы. И это совершенно не значит, что им не высказывается благодарность. Просто для того, чтобы уже поставить лечащему доктору, им необходима вот именно согласованная работа всей команды врачей, для того, чтобы правильно принять решение, правильно назначить лечение. Ещё одна важная составляющая успеха – команда «Врач-пациент». Когда есть понимание и доверие, именно о таких случаях рассказывают те, кто выдвигают любимого медработника на конкурс «Спасибо, доктор». Я думаю, это самая большая благодарность для любого медицинского работника, когда слова благодарности говорят именно пациенты, благодарные пациенты. Поэтому я думаю, что обращаясь, наверное, в первую очередь к пациентам, не скрывайте, если вы благодарны медицинские специалисты, они очень рады, когда им говорят слова благодарности. Ну, это просто необходимо, это важно для их работы. Чтобы номинировать любимого врача, необходимо было не только назвать претендента, но и оставить отзыв. И вот эти истории, которые мы просим, чтобы написали пациенты, это истории успешного лечения любого заболевания, неважно какого, будь то РВИ, либо какого-то хронического заболевания, но успешные истории. Эти люди мотивируют врачей, у них вырастают крылья, они хотят двигаться дальше. А также эти истории дарят надежду тем людям, которые сейчас отчаялись, наверное, в поисках своего врача. В этом году подали 812 заявок, в прошлом было 400. Половина пациента мегаполиса, половина из районов области. Всего номинировали 407 врачей. В финал вышли 20 медиков. 10 из них станут победителями. Проголосовать можно на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей до 9 марта. Когда ты видишь монохромный портрет, то все лишнее отсекается. Мне надо, чтобы люди смотрели в глаза человеку. И порой не важно, какого цвета у него глаза. Важно, что у него в глазах. Об этом говорит фотограф Вячеслав Ковалевич, автор выставки «Соль». Это выставка о работе больничных клоунов. Волонтеры регулярно приходят к детям в палаты больниц, чтобы поиграть с ними, отвлечь от грустных мыслей и маленьких пациентов, и их родителей. Любое хорошее дело должно сопровождаться фотопроектом, уверен фотограф Вячеслав Ковалевич. Вспоминает, познакомился с волонтерами, которые занимаются больничной клоунадой. Люди его поразили. Каждый занимается своим делом. Кто-то работает в одних сферах, в других сферах. Всех их объединяет. Вот это вот до конца, мной еще не осознанно, но вот эта вот идея делать. То есть вот эта сила, этот движитель внутри, который позволяет им, ну, из раза в раз приходить в больницу. Это осознание того, что они делают, оно было важным для меня, ну, как бы, продолжать и делать эту серию портретов. Да, то есть мне было интересно, мне было важно. Начали в сентябре. Последние фотографии делали в конце января. Называется выставка «Соль». Соль, потому что про главное. Потому что без соли и сахара жизнь становится пресной. Это про что-то продвигающее, дающее вкус. И про то, что, пожалуй, наверное, поднимает нас немножко над бытом, в бытие. И заставляет вот там, со стороны, с уровня ценностей, взглянуть на тот мир, в котором мы живем. В принципе, мы этим занимаемся каждый день, клоуны. Мы немножко присаливаем жизнь. Чуть-чуть, щепотку соли добавляем. Поэтому мне кажется, что это как раз про нас. И уже из соли вышло вот такое вот созвучие, со-бытие, со-единение. Всё это про нас, про каждого клоуна, про каждого человека. Автор фотографии уверен, важно, чтобы на его снимках человек был самим собой. Откровенности удалось добиться благодаря эффекту попутчика. Один на один с малознакомым человеком и результат серии портретов. Ответная откровенность от самого Вячеслава. Мне, наверное, не хватит духу пока быть в качестве поличного клоуна. Потому что, ну, не мне это говорить, но я так понимаю, что это реально сложно. Вот. Но вот какую-то маленькую толику вот я сделал. Ну, надеюсь, интересно и мне, и им. Вячеслав Ковалевич бывал на репетициях волонтёров, следил за тем, как они живут, общаются, входят в образ. На снимках запечатлел клоунов в те моменты, когда они не развлекают. Клоун не про хихи-ха-ха. Клоун про жизнь, клоун про изменения, про риск. Клоун, и сейчас ещё шире больничный волонтёр, про то, как увидеть зерно, как увидеть суть. И с этим уже что-то сделать. Оттолкнуться от предлагаемых обстоятельств и в этом пожить, посуществовать. А о чём грустят больничные клоуны? О каждом своём. Грусть – это же вообще неотъемлемое качество, без которого никуда. Качество, которое нельзя ни закрывать, ни зажимать. Ему нужно проживать. Ну, например, если говорить, я могу только про себя сказать, о чём я грущу. Ну, наверное, если говорить всё-таки в адекватном пространстве о том, что, может быть, в больнице не та среда, которой бы мне хотелось, как руководитель этой организации. Грущу в каких-то своих личных внутренних грустяшках, грущу, может быть, о нашей планете, у которой там постоянное засадание, мусор, очень много экологических таких штук. Выставку можно было увидеть всего неделю, но это не последний раз, когда портреты представляют публики. Тем более, что количество их будет увеличиваться. Работа продолжается. Кровь для вступления в регистр доноров костного мозга сдали хоккеисты и болельщики Сибири. Такая благотворительная акция в истории континентальной хоккейной лиги прошла впервые. Ледовый дворец Сибири на день становится мобильной лабораторией, где любой желающий может сдать кровь, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга. Одна только мысль, что ты можешь спасти чью-то жизнь, она как-то приводит к каким-то таким поступкам осознанным. И это не импульсивные такие решения, а вполне осознанные решения, что не помогая друг другу в этом мире очень сложно. Игроки и болельщики стали одной командой. Командой неравнодушных людей. Про эту тему я знал и мысли были, конечно, но как-то все особо не доходили руки в силу того, что сезон скомканный постоянно. А сейчас очень благодарен, что провели такую акцию и призвали нас. Телеканал ОТС тоже решает принять участие в акции, тем более, что такая процедура работе не помеха. Сам забор крови происходит максимально быстро и без болезни. Наберут всего 4 мл, а потом моя кровь будет отправлена на анализ для определения моего фенотипа. Меня занесут в регистр и тогда при необходимости я могу стать донором костного мозга. Одна из главных задач своим примером привлечь внимание к проблеме, которая существует в стране. Ведь в национальном регистре доноров костного мозга сейчас состоит всего чуть больше 100 тысяч человек. Тогда как, например, в Германии 8 миллионов. Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются около 5 тысяч россиян. В первую очередь пересадка требуется людям со злокачественными заболеваниями крови, прежде всего лейкозам. Пересадка костного мозга часто для людей это последний шанс выжить. Ну и подумав о том, что у нас все-таки аудитория болельщиков большая, что было бы правильно. И неправильно, когда клуб вступает тем, кто задает тренд и показывает, что можно делать. Поэтому мы решили сделать своим примером, игроками показав, что это не страшно, это не опасно и это можно сделать легко и непринужденно. Я уверен, что все команды поддерживают эту акцию, это хорошее дело и сейчас наверняка пойдет цепная реакция. Помаленьку, помаленьку понятно, что это все быстро не будет происходить, но я думаю год-два и мы увеличим количество людей, сдавших кровь. Всего в акции приняли участие почти 100 человек, в том числе и 11 игроков Сибири. Спорт и здоровый образ жизни выбирают дошколята из новосибирского детского сада Чебурашка. Там прошли восьмые детские и зимние олимпийские игры. Традиционно на открытие приглашают настоящих олимпийских призеров. В этом году малыши услышали напутственные слова заслуженного мастера спорта СССР Валентины Черкасовой. Каждая группа сегодня – команда спортсменов. К открытию Олимпиады готовились долго. Не только тренировались, внимание и к теории, знают, что это за соревнование, откуда пять колец и почему так важно торжественно зажечь огонь. Будьте здоровы! Всегда здоровы! Что такое Олимпиада? Это честный спортивный бой. В нем участвовать – это награда. Победить же может любой. На путстве символа детского сада «Чебурашки» получены время настоящих олимпийских призеров. Анна Богали, Евгений Подгорный, Ирина Мингх. Кого только не было в этом детском саду на открытии соревнований. В этом году почетный гость – заслуженный мастер спорта СССР Валентина Черкасова. Здравствуйте, дорогие любители спорта. Здравствуйте! Настоящий наш олимпийский резерв. Валентина Черкасова – бронзовый призер олимпийских игр по стрельбе. Награду получила в 1988-м в Сеуле. Сегодня показывает ее малышам. Я вам передаю эстафету спорта, эстафету олимпийских побед и спортивных побед. Подрогайте, ребята, и желание загадать. Это будет зато стоять. Дети трогают медали, с восхищением вздыхают. Тяжелое. Воспитатели объясняют – это потому, что много труда вложено. Эта олимпиада, она помогает вспомнить детство взрослым, а детям почувствовать себя взрослыми и, может быть, в какой-то части уже сделать свой выбор в будущее и так или иначе занять, может быть, место, как сегодня было сказано, уже в олимпийском резерве. Наш детский сад называется «Чебурашка». Поэтому мы в подарок нашей чемпионке дарим «Чебурашку». Она, когда будет дома на него смотреть, всегда будет вспоминать нас. Правда? Да. Ну, а я желаю всем нам побед. АПЛОДИСМЕНТЫ После торжественного открытия малышам выдают маршрутные листы. Маленькие олимпийцы отправляются по станциям. Раз, два, болею за девчонок. Три. Более. Более. Умеют ребята и камни в керлинге разогнать, и на лыжах пройти дистанцию, и в хоккейные ворота шайбу отправить. На восьмых детских зимних олимпийских играх проверяют и меткость. Пусть целятся в десятку они не из винтовки, как их почетное гостье, но в яблочко попадают регулярно. Лёса, лёса, лёса. Катание на санках уже традиционный вид спорта. Однако есть в этом году и новинка. Впервые бобслей. Победный вымпел тем, кто быстрее, выше, сильнее. Но проигравших нет. Ведь девиз этих олимпийских игр – мы выбираем спорт. Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? Сто лет назад вопрошал британский писатель Уильям Соммерсет Моэм. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!